Друзья, и сегодня расскажу вам опять о долбанутой, упертой игре. Это симулятор козла. Гот-ромпаж или Гот-симулятор. Это полная версия. Чем она отличается от неполной версии? Здесь две карты, две локации. Они больше. Там появились люди, больше предметов и так далее. Ну, давайте нажмем на Tab и посмотрим. В игре управление не изменилось. Вот видите, две локации на левой. Я уже снимал обзор, но здесь появилось больше предметов, появились люди и так далее. Сейчас мы пойдем на правую локацию. Здесь у нас появились клады, также появились люди, баллоны с газом, коробки, шины и так далее. Игра медленно грузится. Также появились баги. Ну, давайте нажмем и посмотрим. Вот видите, загрузка идет довольно-таки медленно. Ну, а козел остался тем же тупым, который разбивает все. Джойсики у нас тоже самое. Ну вот, давайте будем скакать им, забивать, как обычно, все предметы. Поищем людей. Может, они попадутся нам. Как обычно, ого, он стоит. Сейчас он загорел. О, ноу, есть. Все, мы его сбили. Ну, также мы можем скакать, сбивать все подряд. Давайте забежим в склад. Посмотрим, что там. Ну, вот видите, я сбил кучу шин. Я вообще не понимаю кайфа в этих играх. Ну, раз предыдущий обзор набрал у меня полторы тысячи просмотров уже. Я был обязан снять полную версию другой локацией. Так что, записывайтесь ко мне на канал. Я рекомендую. Смотрите другие обзоры. Смотрите обзор первой части этого симулятора. Конечно, это не ПК-версия. ПК-версия намного интереснее. Забойнее. Суть также нам набирать очки. Ну, вот все. Наш козел начал куражиться, скакать. Ну, вы примерно поняли, чем отличаться первая и вторая карта. Записывайтесь ко мне на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Маленькие пальцы вниз, я думаю, не надо ставить. Ну, если заслужил, ставьте всем любви и счастья. Пока. С вами был Варган Гусин. До свидания.